Я представитель музея космонавтики, который был создан в 1981 году. Я представитель России в Москве, который был создан в 1981 году. Обновленная экспозиция музея открылась второй раз для посетителей в 2009 году. В 2009 году мы обновлены и обновлены и обновлены. Экспозиция музея рассказывает не только об отечественной космонавтике, но и о некоторых направлениях развития зарубежной космонавтики. Экспозиция музея рассказывает не только о советской и русской космонавтике, но и обновленных исследованиях. Например, у нас представлены не только наши российские ракеты, но и «Сатурн-5», и китайская ракета. Но сегодня мы познакомимся с космодромом Байконур. Космодром Байконур стал первым причем Вселенной. С него пролегли дороги в космос. Космодром Байконур стал первым стеклом университетом. Из-за дороги в космос. «С берега Вселенной, которая стала священная земля нашей Родины», писал главный конструктор Сергей Павлович Королёв, «Не раз уйдут в еще неизведанные дали космические корабли. Каждый полет и возвращение будут великим праздником нашего народа, всего передового человечества, победой разума и прогресса». Вспомним веки историка космодрома. «Вом Уфер с университетом, в котором священная земля наша Родина, сказали, что Сергей Павлович Королёв, толщина barrёв в еще неизвестном течение. И каждый пеатрик и иди frame будут большей победителя для наших городов, для продолжения человечества и для победы Flatоприёмности. Воспомним воно к кончикам в Гонус». В 1954 году была создана государственная комиссия по выбору места строительства. Ее председателем назначили начальника испытательного полигона Капустин-Ярд, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка. В 1954 году была создана государственная комиссия по выбору места строительства Капустин-Ярд, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка. Капустин-Ярд, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка Байконнер, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка Байконнер. Капустин-Ярд, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка Байконнер, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка Байконнер. Капустин-Ярд, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка Байконнер, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка Байконнер. Продолжение следует... Am 12. Februar 1955 beschloss die Regierung die Einrichtung des Kosmodroms Baikonur auf das Areal und das Areal wurde vorübergehend Taiga genannt. Am 29. April 1955 wurde der Erlass des Ministerrates verabschiedet über die Baumaßnahmen des Sonderpolygons des Verteidigungsministeriums der UdSSR. Am 30. April 1955 wurde der Erlass des Sonderpolygons des Sonderpolygons des Verteidigungsministeriums der UdSSR. Am 30. April 1955 wurde der Erlass des Sonderpolygons des Verteidigungsministeriums der UdSSR. Ingenieur Generalmajor Schumnikov ernannt. Unter seiner Leitung wurde unter anderem das sowjetische Ehrenmahl im Treptowpark in Berlin angelegt. Im Januar 1955 traf das erste Baubatallion unter dem Kommando von Oberleutnant Dänischkin ein. Die Schwierigkeiten, mit denen sich die Kosmodrom-Bauleiter auseinandersetzen mussten, waren nicht nur sehr knapp kalkulierte Baufristen ohne jegliche Bauerfahrung mit solchen Objekten, sondern auch harte klimatische Bedingungen sowie eine schlechte Alltagsinfrastruktur. Für ihre Skateleitung hat er потребlich über 1,000,000,000,000 Euro-Kubometern Grunde und vorgesch uzten 30,000,000 Euro-Kubometern Beton getötet. Nach vier Monaten wurde die Erlass multiple auf der Bauerfahrung mit Montage spieleräubringen. Поехали с основным объектом стартам 1 и завершен. И в результате для фаста 1 млн кубикмитра Земли, и с более чем 30.000 кубикмитра метро. За четырех месяцев была готова для монтажа и статус ручка. и терминометно была также первая Монтажепрюфблок готова. На месте расположения первого здания в городе установлен памятный знак. И 2. июня 1955 года это официальная дата дня рождения космодрома Байконур. На месте 25. июня 1955 года это официальная дата дата космодрома Байконур. В конце 1955 года в состав полигона входило 20 части и подразделения. Первым были сформированы автомобильные батальоны, авиационное звено, рута охрана и военный госпиталь. Начальником 5. НИИП был назначен генерал-лейтенант артиллерии Нисти Венка. Gegen Ende 1955 gehörten schon 20 Abteilungen und Truppen dem Testareал an. Als erste wurden das Autobataillon, die Fliegergruppe, die Wachabteilung und das Militärhospital gegründet. Als kommandeur des Forschungseinrichtung НИИП-5 wurde генерал-лейтенант der Artillerie Нисти Венка ernannt. В декабре 1956 года строительство первоочередных объектов завершилось. Большинство испытателей прошло обучение и стажировку на заводах, производящих ракетную технику, научно-сельских институтах, конструкторских бюро на полигоне Капустин-Яр. Gegen Ende 1955 betrug, Entschuldigung, im Dezember 1946 wurde der Bau der erstrangigen Objekte schon abgeschlossen. Und die Landanlagen wurden für das Testen von Raketen-Systemen vorbereitet. Also die vorherige Folie noch zu Testbeginn waren schon 427 Ingenieure, 237 technische Mitarbeiter, sowie 3600 Militärangehörigen von Ort beschäftigt. Und die meisten Mitarbeiter absolvierten die Ausbildung und ihr Praktikum in Raketentechnologiewerken oder in Forschungseinrichtungen bzw. Konstruktionsbüros. Und auch auf dem Testareal Капустин-Яр. 15.05.1957 года, со стартовой площадки полигона, ist die erste Transkontinentale-Ballistische Rakete, die erste Transkontinentale-Ballistische Rakete, die Rakete R7 nach Karalevsbauart mit einer Masse von 273 Tonnen und einer Flugweite von 8600 Kilometern. Der Test war wegen eines im Heckteil entstandenen Brands nicht erfolgreich. Die Rakete flog nur 400 Kilometer. Die nächste Start, und der war auch erfolgreich von R7, erfolgte am 21. August 1957. Und die Rakete brachte erfolgreich ihr Kopfteil ins Zielgebiet. Am 4. Oktober 1957 startete mit der Rakete R7 der erste künstlich hergestellte Satellit von Rampe 1 in eine Umlaufbahn um die Erde mit einer Masse von 83,6 Kilogramm. Und so begann die Ehre der Raumfahrt. Am 3. November 1957 startete der zweite Satellit mit einer Masse von 508 Kilogramm in dessen hermetischer Kabine die Hündin Laika saß. Am 3. Mai 1957 startete mit einem Montage und einem Testareal NIE-P5 über einen Montage-Testkomplex, eine Startrampe, 15 проверки и ступень для ладонства первых ступен и головы. В 1958 году начальником полигона был назначен Генерал-майор Герчик. В этот год со стартовой площадки было проведено 10 пусков. В 1958 году генерал-майор Герчик был командир из тестов. В этом году 10 ракеты начали с стартовой площадкой НИПЕ-5. Второго января 1959 года к Луне стартовала станция Луна-1. Впервые в мире она достигла второй космической скорости, стала первой искусственной планетой Солнечной системы, названной мечтой. На 2. января начальником полигона Луна-1 с размером 1472 килограмм до Монта. Она достигла в первую очередь на вторую космическую скорость и была названа первой искусственной планетой Солнечной системы МИЧТАР-ТРАУМ. В сентябре 1959 года была впервые решена задача доставки на Луну автоматической станции. 14 сентября станция Луна-2 достигла поверхности Луны в районе моря Ясности. На Луну были доставлены шаровой и ленточные вымпелы. Дубликаты вымпелов хранятся в нашем музее и в музее космодрома. В сентябре 1959 года была первая частью МИЧТАР-ТРАУМ. 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 На полигоне завершились летные испытания ракеты Р-7. Она поступила на вооружение ракетных войск стратегического назначения. 15 мая с запуском ракеты-носителя «Восток» корабля-спутника началась подготовка полета человека в космос. Здесь представлен ракетный двигатель, который установлен на второй ступени ракеты «Восток». Восток. Восток На 21. Mai начали подготовки для обманутого полуфляжа с сателлитным стартом среди трагер-ракеты Восток. Требверк был в предыдущем фолио-ракете. В результате возникшего пожара и отравления паральных компонентов топлива погибло 76 человек. На 24. октябре 1960 случилось в Тест на новой трансконтинентальной баллистской ракете Р-16 на Барвард-Янгель. 30 минут до начала, ги ги антрибе 2. стуфе в полуфляжа с сателлитным ракетом. Ги антрибе 2. стуфе в полуфляжа с сателлитным ракетом. В числе жертв был главный командующий главный маршал артиллерии Неделина. Руководители испытания от полуфляжа полковники Носов и Осташев. Сегодня их имена носит улица Байконура. 99 участники испытания награждены Орденом Мужества. На месте аварии создан мемориал, а в городе воздигнут памятник. Ежегодно 24. октября отмечается как день памяти погибших испытателей Космодрома Байконур. 24. октября 1963 года на площадке 70 произошел пожар шахте боевой ракетой Р-9. Из-за возникшей искры в загазованной атмосфере погибло 8 человек и также установленного памятника. Космодрома Байконур. Космодрома Байконур. Космодрома Байконур. Космодрома Байконур. Космодром Байконур. Космодром Байконур. Космодром Байконур. Космодром. Космодром. И Гагарина. На космодроме также установлены памятники Академикам Королёву, Глушкоу, Бармену, Пелюгину, Кузнецову, Рязанскому, Янгилю, Челомею, Генералам Шубникову и Нестеренко, летчику космонавту Гагаеву. Да, еще и другие Денкмälle были построены, которые были построены в Академикам Королёву, Глушкоу, Бармену, Пелюгину, Кузнецову, Рязанскому, Янгилю, Челомею, Генералам Шубникову, Нестеренко, Флигеркомандант, Флигеркосмонавт Гагаев, also mehrere Денкмälle wurden damals errichtet. В городе также возникнуты памятники с Макетами Ракетнасития «Союз» и межконечальной баллистической Ракете «РС-16А». В 1964-1965 годах состоялись исторические полеты корабли «Восток» и «Восход» 2 «Леонов». В 1964-1965 годах состоялись исторические полеты корабли «Восход» и «Восход» 2 «Союз». И, как известно, был исторический первый взрыв от Алексея Ахипович-Леонова. 21. июня 1966 года город Ленинск был именован город Ленинск. 22. июня 1966 года Ленинск был именован в город Ленинск. За прошедшие 60 лет с космодрома Байконур состоялось 1462 запуска ракетносителей. Из них 1338 были успешными. Со 142 типами и их модификациями космических аппаратов, в том числе 34 автоматические межпланетные станции. В последние 60 лет с космодрома Байконур 1462 стартов. Треги-Ракеты и 1338 из них были успешны, с 142 различные бауарты и с модификацией, инклюзивы 34-раумсонды. Это были военные и экспериментальные спутники серии «Космос», оптической и радиоэлектронной разведки. Это были милитарные и исследования с космодрома Байконур. Митологические спутники связи, телевещания, и ветер-сателиты, коммуникационные и навигационные сателиты, с дистанционной сателитой, с контролем технологических и природных, с сущной ситуацией. Das waren auch die Fernerkundung-Satelliten, Überwachung-Satelliten mit Monitoring-Systemen, also für menschlich verursachten Katastrophen und Naturkatastrophen. Geodesische, biologische, technologische, studenische, научische Sputnige, geodesische, biologische, studentische und sehr, sehr viele andere Arten. Und auch Raumsonden und so weiter. Also es wurde unglaublich viel erbaut und ertestet. Aus Schacht- und Bodenstartplätzen erfolgten 1173 Starts von Militärraketen. In den 70er Jahren wurden mehrmals pro Tag Starts durchgeführt. Nach dem Flug von Yuri Gagarin wurden in den nächsten Jahren 141 Raumschiffe von Baikonur gestartet, darunter 133 Raumschiffe der Sojus-Reihe. Mit diesen Raumschiffen wurden 220 Menschen geflogen, von denen 121 sowjetische und russische Kosmonauten und 99 Astronauten und Kosmonauten aus 30 Ländern. Ab 1971 arbeiteten die Raumschiff-Besatzungen auf sechs, sowjetischen Orbitalstationen Zivilen-Salut und militärischen ALMAS auf dem multimodularen bemannten Komplex MIR sowie auf der ISS. Und derzeit werden alle internationale bemannten Flüge ausschließlich von Kosmodrom Baikonur durchgeführt. Auf dem Kosmodrom wurden 38 Grundbauarten von leichten, mittleren, schweren und superschweren Trägeraketten erprobt. Mehr als 130 transkontinentalen ballistischen Raketen in leichten und schweren Klassen. Nach dem Triumph-Start von Vostok wurden die Starts von folgenden Raketen durchgeführt. Am 10. Oktober 1960 Molnia, 25. Mai 1963 Kosmos, 25. Mai 36 Kosmos, 28. September 1963 Zyklon, 28. September 1963 Zyklon, 16. Juli 1965 Proton, 4. Oktober 1965 Molnia M, 28. November 1966 Sojus, 28. November 1966 Sồius, 10. November 1967 Proton K, Да, это тогда были запуски к луне наших беспилотных лунных кораблей. 27. октября 1967 года, циклон 2. 27. октября 1967, циклон 2. 19. октября 1968, космос 3M. 21. октября 1969, наша самая тяжелая Ракета N1. 4. июля 1974 года, Днепр. 4. июля 1974, Днепр. Это на основе баллистической Ракеты Р-36М. 25. октября 1974 года, союз У. 14. октября 1974, союз У. 14. июля 1977 года, циклон 3. 14. октября 1977, циклон 3. 13. октября 1985 года, зенит 2. 13. октября 1985, зенит. 15. октября 1987 года, энергия. 15. октября 1987, энергия. 15. октября 1988, гасбря thrill Ж不會 на орбиту 22.09.1990, Zenit 3, 20.09.1991, Рокот, 7.09.2001, Рокот, 7.10.2001, Рокот, СОЮЗ-2. Растущие масштабы деятельности потребовали создания очень сложной инфраструктуры космодрома. Главные объекты космодрома площадью 6 717 квадратных километров это технические позиции, статуи комплекса и измерительные пункты. Они обеспечивали прием, хранение, сборку, ракетносителей, космических аппаратов, их испытания, сборку, стыковку с ракетой, доставку их на стартовый комплекс. Они обеспечивали все технические функции. И эти технические инфраструктуры, стартовые и местные места, в том, что они обеспечивали, как я уже говорил, в одном комплексе с обеспечивающими и сонтерных комплексами. Центральных платных комплексов. На немногие проверяются, если они обеспечивали, и они обеспечивали. Возможно, что они посещали эту вебинку, утроartые и устройства. и сопротивление с ракетом, это обновление на рампе, то есть все функции. Каждый с одним или несколькими статурными комплексами. На космодроме построено и эксплуатируется 52 стартовых сооружения, 18 типов, 34 технических комплекса, три сооружительных центра, 16 стационарных, три подвижнных и четыре подвижненьких центра. На сегодняшний день состоит из 9 типов стартовых комплексов, в составе 15 пусковых установок для запуска ракетносителей, 4 пусковых установки для испытаний международных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов, в которых 34 технических комплекса. Но главная ценность космодрома это люди. Девяти сотрудникам Байконура присвоено звание Героя социалистического труда, сотни военнослужащих и лиц гражданского персонала космодрома, отмечены государственными наградами. С момента своего образования космодром входил в состав Министерства обороны СССР. В 2009 году российские военные покинули Байконур, космодром полностью передан Госкорпорацией Роскосмос. Этот процесс поэтапно шел с 1997 года. В 2009 году русская милитарная библиотека Байконур была полностью передан Госкорпорацией Роскосмос. И этот процесс улучшил в результате с 1997 года. В соответствии с договором аренды космодрома комплекса Байконур его использование рассчитано до 2050 года. В соответствии с заказом республики Байконур и Роскосмос. Роскосмос. В соответствии с заказом республики Байконур будет решена до 2050. Так, я немножко по поводу того, где стартовые сужения находятся. Вот здесь на этой схеме в центре располагаются площадки для ракетеносителей Восток, Восток, Молния, Союз. На площадке 110, Н1Л3 и Энергия, площадка 190, Днепр, площадка 109, Днепр, площадка 109, Восток, Молния, Союз. Стартрампе 250, универсальный комплекс, стартрампе для Энергия. На площадке 251, аэродромный комплекс, юбилейный. Стартрампе 251, универсальный комплекс, юбилейный. Вот он здесь наверху. И 254, большой монтажный испытательный корпус для Энергии Бурана. На правом фланге под наградами расположены площадки. Тридцать первая, Союз-У и Союз-2. Тридцать вторая, Союз-У и 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 Площадка 109, Днепр. На левом фланге, вот сверху вы видите площадки. И линьс, 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 Стоимость аренды космодрома 115 миллионов долларов в год и еще 100 миллионов долларов вкладываются в эксплуатацию его объектов. После 2023 года предполагается перенос пилотированных пусков на новый космодром восточной Ваморской области. Таким образом, в 2020-40-х годах с Байконура будут запускаться космические аппараты только с помощью ракет-носителей «Союз-2». Но до сих пор пока нет альтернативы космодрома Байконур. Но до сих пор пока нет альтернативы космодрома Байконур. По одной из версий после 2050 года космодром будет реконструирован в международный центр космических полетов совместно с европейским и израильским космическими агентствами. Сейчас идут переговоры из Саудовской Аравии по эксплуатации космодрома. В последние десять лет в Байконуре было 70% всего. В последние 10 лет в Байконуре было 70% всего. По их числу он ранее занимал в мире лидирующие позиции. Но в 2016 году, впервые с 2004 года, перестал быть мировым лидером по запускам ракет-космическому назначению. В последние 10 лет в Байконуре было до 20% космическому назначению. В последние 10 лет в Байконуре было около 17 лет в Байконуре. В против 26% в Байконуре и США. Русланды со временем в Байконуре и США. В последние 10 лет в Байконуре в Байконуре продолжается с их детей и внуками. Пройдут годы, но даты первых космических совершений, имена испытателей, создателей ракетно-космической техники останутся благодарной памяти человечества. Космодром Байконур стал символом космического века. Космодром Байконур стал символом ракетно-космодром Байконур. Космодром Байконур. Космодром Байконур стал символом ракетно-космодром 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 Байконур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok